Я вот как только ее увидел, я сразу понял, ничего у вас не получится. Не верил я никогда и не верю во все эти приговоры, заговоры, ерунда все это полная. Вот от того, что ты не веришь, у нас ничего и не получилось, надо бы вообще в горде его оставить. Так, что мы теперь будем делать? Может, есть какой-то другой способ? Пойду у нее узнаю. Подожди, я не с тобой. Люд, 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 ну, минутку. Слушай, а неужели ты не понимаешь? Ничего у вас не получится. Это судьба. Нам надо жить вместе. В конце концов, ты моя жива, я твой муж. И мы поэлементарно можем быть счастливы. Жить вместе ты, как тебе это представляешь? Меня сын боится уже, а твоя мама от одного моего вида в бешенство приходит. Слушай, это все ерунда полная. Сын привыкнет с мамой, как-нибудь договорюсь, что явный плюс у моей жены будет новое, красивое, молодое тело. Да? Да. То есть ты все сразу захотел? И жену, и любовь? Ага. Два в одном. А что плохого? Ага. 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 Вот ведьма. Говорит, ничего не получится, потому что кто-то из нас не слишком хочет поменяться. Но в любом случае, это не я. Где? Я не знаю, не сказала ничего, ушла куда-то. Интересно. А куда бы ты она могла уйти, а? Ты ей что, что-то сказал? Ничего я не говорил. И вообще мне все равно, где она, что с ней. Я даже рад, что все так случилось. Или не случилось. Продолжай. Ну, ты подумай сама. В сущности, обстоятельства на нашей стороне. Мы же с тобой хотели жить вместе. Вот и будем жить вместе. Выглядишь ты как Людмила, поэтому ни у кого никаких вопросов не возникнет. Так что, по-моему, все очень здорово получается, а, Ириша? Не трогай меня. Чего? Соображай, что ты говоришь. Что такое? Твоя жена отняла мое тело, мою жизнь. А ты сидишь и радуешься. Как все замечательно получилось, Ирочка. Ты идиот просто. Я бы видеть тебя не могу. Ну, пошли вы это. Зачем мне? Мне нужны те носки. И какие-нибудь другие. Мне нужны именно те носки. Не сходи с ума. Я даю тебе новые носки. Понимаешь? Новые. Взамен той старой дырявой дряни. Зачем мне твои носки? Да не мои они. Они вообще ничьи. Они абсолютно новые. Вот даже есть этикетка. Понимаешь? Взамен твоих старых дырявых носков. Ир, ну скажи ему. Нет, Ир, скажи ему. У меня сегодня пробы. У меня сегодня очень важные пробы. А твой брат выкинул мои счастливые носки. Так, объясните мне, что происходит? Я ничего не поняла. Носки. Носки. Мои счастливые носки. Носки, которые приносят удачу мой талисман. Они потеряны. И, как я понимаю, безвозвратно. Да, Павлик? Я разбит. Теперь я никогда не получу роль. Так что, хватит? Нагодели оба. Два здоровенных лба живут там пособие и сидят на шире бедные девушки. Еще нервы ей трепят. Вам не стыдно, а? Мне кажется, два не признанных гения. На одной семье это уже многовато. Знаешь что, Ирочка? Что? Я в таком тоне? В каком тоне? Я тороплюсь счастлива оставаться. Что с тобой? Не выспалась, что ли? А ты иди к черту, понятно? Оба! И вообще, пусть все идет к черту. Галь, Люда, не у тебя? Не у меня, а что? Маш, ты Людмила, как ты последний раз видела? Не помню. Паш, а Ирка не дома? Нет. Она часто не приходит домой. А сегодня вообще странно себя вела. Поругалась с нами и ушла. Сказала, что вообще сбросится с моста. Но это она пошутила, наверное. Поругалась с нами. Люда, ты что надумала? Уходи. Не хочу, чтобы ты это видела. Ой, как глупо. Покончить с собой. Самая большая глупость в жизни. Знаешь что, я сама буду решать, что мне делать со своей жизнью. Да ты не можешь сама! Потому что ты не одна! Это мое тело! Ой! Ты прыгнешь. Я тоже умру. А я хочу вернуть его себе. Вернуть, чтобы жить. Жить, как прежде. Люда! Ой, я боюсь. Людочка, не надо. Пожалуйста, не надо. ПОЛИЦЕЙСКАЯ МУЗЫКА ПОЛИЦЕЙСКАЯ МУЗЫКА Пойдем. Спрячемся, куда-нибудь. Пошли. Девушка, давайте познакомимся. А сходим в кафе-мороженое. Ну, или в кинотеатр. Ну, или в музей. Ходите в музей. Дарвиновский. Ну, знаете, там... Там я слово забываю постоянно. Какое? А потом я вас провожу. Ну, долго он еще возиться будет? Давайте уже начинайте. Все. Внимание. Начинаем. Поехали. Подождите. Там такое слово важное. Там такой текст, понимаете, дурацкий. Ну, сценарий. Я против вас ничего не имею. Но, по-моему, эти сценаристы, они уже совсем обнаглели. Значит, вам сценарий не понравился. Но, если честно... Да. Я бы сказал, отвратительный, просто тупой сценарий. Ну, продолжайте. Да что продолжать? Вы посмотрите. Разве это сценарий? Да с такой сажать надо. Это не только безграмотно, еще без... Да перестаньте меня пихать! Покажите мне того идиота, который это написал! Посмотрите. Уّ how to get? Угу, пире дверь. Угу. 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 Да. Угу. Угу. Так... Давайте обе на кухню, быстро. Только Жору меня не разбудите. Ну, и что будем делать, подруга, по несчастью? А несчастье – это Миша? Да уж, моего мужа счастьем точно не назовешь. Но я сейчас не об этом. Делами поменяться пока не получается. Значит, придется жить так. Хотя бы какое-то время. Хотим мы этого или нет. Вот такое у меня предложение. Может, напьемся? Чего? Напьемся. Этим делу не поможешь. Чего остается-то? Ну, слушайте. Ну, может, и правда. Вот все-все рассказать близким, как есть. Просто начать жить своей жизнью, в своих семьях. Вот как есть, так и рассказать. Ты не понимаешь. Я – стюардесса. И я не смогу работать в этом теле. Ты же видела, какие у нас девочки. Ой, и как все это рассказать? Кто этому поверит? В лучшем случае меня уволят. А в худшем – просто в психушку. Нет. Люта. Люта. Пожалуйста. Потерпи еще чуть-чуть. Я тебя очень прошу, я потом что-нибудь придумаю обязательное. Что ты придумаешь, а? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Каждый вечер Никита должен пить теплое молоко. Жирность 2,5%, не больше. Запоминай. Я очень волнуюсь о его здоровье. Следи за питанием. Чипсы из рациона исключи. Утром ножка меда. Запомнила. Подтянешь его по-английскому. Угу. С Леонорой Сергеевной, учительницей по математике, я договорилась по средам и пятницам. У него факультатив. Запомнила? Да, хорошо. Леонора Сергеевна, среда, пятница. Потираешь спортивный костюм, кроссовки в ремонт стаж. Я лучше новую куплю. Ну, это уже на твое усмотрение. Ну, вот вроде бы все. Пока. А ты проследишь за моими мужиками. Уже они такие несчастные, совсем не устроенные в жизни. И еще я тебя очень прошу, постарайся, чтобы тебя не уволили с работы. Не переживай, там все нормально. А мужиками твоими отдельно займусь. Сделаю из них людей. Вообще, он так уверен, что с работой все нормально будет. А? Поживи с моей свекровью. Сама все поймешь. Да. Павлик. Павлик. Павлик, как хорошо, что ты позвонил. Я очень хотела извиниться. Дед. Так серьезно? Хорошо. Наш дядя завалил какие-то очень важные пробы. Да не надо так расстраиваться В конце концов, это не первые, не последние пробы в твоей жизни Дед Носки Это все из-за них, если б ты их не выбросил Павлик, признавайся, куда ты их делал? Ну, выбросил я их, выбросил Куда выбросил? Мусорный пакет, а пакет поставил в подъезде Да это бесполезно, на них живого места нет Да успокойся, это же просто носки Это не просто носки, это мое будущее, понимаешь? Это? Да, это они, мой талисман Не сходите с ума, на них живого места нет На пятки Я пришью заплатки И спереди вошью кусочки Надеюсь, от этого твои носки не перестанут быть талисманом Ирочка, а разве ты умеешь шить? Что это? Карп захченый, лимонный сок Из каких это пор карп подают в чешури со всеми внутренностями? Ну, если не хотите, то давайте закажем пиццу Да, пиццу, давайте пиццу закажем Угомонись, Никита Люда, что все это значит? Ты очень, очень изменилась в последнее время Ты совершенно не занимаешься домом Ты совершенно разучилась готовить Ты не уделяешь внимания ребенку Я не могу следить за всем одна Но пора как-то прийти в себя Я старалась Не хотите есть, не ешьте Неплохо у тебя получается Я тоже не знал, что ты умеешь шить Я не шью, я штопаю Это разные вещи Ну, как он там? Вроде получше Говорит, что никто и никогда не оценит его талант И ему нет места в мире, который отвергает его Слушай, а он не того? Голову у него нормально? Да он всегда такой был, как я его знаю Он же актер А ему что надо? Аудитория Публика Аплодисменты Он получается, как недоенная корова Целыми днями сидит в пустой квартире Сам с собой разговаривает Сценки разыгрывает Слышишь, Том? А давай ты завтра с утра Уберешь всю квартиру Чтобы к вечеру все было чисто и аккуратно Ну, хотя бы в гостиной И будем принимать гостей А? Хорошо Ну, как? Великолепно Вот так Очень сложно Мам Мам А почему ты меня больше не ругаешь? И почему ты меня больше не заставляешь делать уроки? Надо? Ну, да Только иногда И не сильно Все? Ты молоко выпил? Нет, оно же противное Особенно с пьянкой Че, молоко Очень полезно для здоровья Ты всегда так говоришь Правильно Потому что Я твоя мама Я должна заботиться о твоем здоровье И ложку меда Моя бедная, мой бедная СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро! Как мы в хранении сегодня? Все прекрасно Ты вернула мне надежду Спасибо за носочки Я даже не думал, что получится Так хорошо Я рада Тогда быстро умываться Чистить зубы И завтрак Котлетки? Да Домашние? Да Ира Ира, ты не заболела? С тобой все в порядке? Наоборот Я прекрасно себя чувствую А что? Да нет, ничего Просто хочу тебе напомнить Что твой предыдущий салат Закончился для всех расстройством Живутка Может, не будем рисковать Так в этот раз? В этот раз? Все будет? Хорошо Пробуй Неплохо Очень неплохо Я бы сказал, хорошо Молодец Где-то научился Проявился скрытый талант Пойду Павлика будить Кто рано встает Тому Бог дает Павлик Павлик Павлик, ну давай Вставай Ты что это такое? Вставай Вот так Вставай Одевайся Заправляй кровать И будем завтракать А то все остынет Да Не надо бы здесь прибраться А у нас что? Сегодня какой-то день Родственных визитов Ты же самого переезда сюда Не заходила Ты знаешь, это заметно Но у меня сейчас времени нет А у тебя, насколько я знаю Со временем проблем не бывает Поэтому закончишь уборку в гостиной И уберешься здесь Приятного аппетита Ирочка, а как же диет? Ты же всего этого раньше не ела Он просто боится, что ты испортишь фигуру И тебя уволят с работы И единственный источник дохода в этом доме И ссякнет Очень смешно Какие же уж тут шутки, Мишутка Мальчики, не ссорьтесь Я ем, потому что мне хочется Между прочим, у меня всегда был замечательный аппетит Павлик Все, остаешься за старшего Я убегаю Я очень на тебя рассчитываю Нет, а почему ты за старшего? Как-то это все странно Странно Но вкусно Так Вам поможет вернуть ваше тело Душ Шарко Очень интересно Отлично Угу Не то Если ваше тело забрали злые духи Какой бред Мое тело людко забрало, а не злые духи Все не то Все не то, не то, не то Ну-ка, стоп Вот это интересно Так Балис экстендер Ага Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра А вот и телефончик А вот и телефончик А, благо giornста Чаем Если она побежит Вома, а ты же раньше так не умел, а? Теперь умею. Давай-ка, собирайся в школу, а то опоздаешь. А скажи что-нибудь еще по-английски. Ага. Значит, you have to eat a spoonful of honey. Клево. А что ты сказала? Что ты обязательно должен съесть ложку меда. У меня от него живот болит. Не сочини, а? Ну, мам. Никаких мам. Ладно, иду. Никаких мам здесь нет. Ну, Нина! Расскажи, пожалуйста. Нина! Нина! Ну что вы, я не помню. Девочки, подождите. Ой, привет. Привет. Ага. Привет. Ты что, на машине у тебя в маршрутке не видели? Да, я на такси опоздать боялась. Ага. Вы знаете, у меня день рождения. И я хотела вас пригласить в гости после полета. День рождения у тебя? Ну, да. У тебя же месяц назад он был. Ну, тогда, значит, новоселье. Подожди, ты определись уже, новоселье или день рождения. Мы же должны понимать, какой подарок. Да. Ой, я вас умоляю, не надо никаких подарков. Вы приходите, вот и все. Мы будем считать, что это альтернативный международный женский день. А ты в курсе, что международный женский день? Да, что ты такая нудная, Свет. Хм. А мне нравится идея. Розы, мимозы, мужчины. А? Лишний раз почувствовать себя женщиной. Я согласна. В общем, мы по Лондон. Обратно и к эрке отрываться. Да. Хорошо. Сейчас. Извините, пожалуйста. Извиняюсь. Нет, нет. Мне очень приятно. Да? Прошуться с такой девушкой на коленях. Не знаю, для любого стиля. И еще раз извините. Так холодно. Давайте еще один плед принесут, а? У мужиков просто отбоя нет. Ну, хоть бы один приличный попался. Ну, может быть, ты просто мне там ищешь, а? Ну, да. Я бы корова мычала. Спасибо. Пока жена спит, выпьем коньячком на брудершафт. Извините, я на работе. Прилетим, позвони. Не пожалеешь. Ты представляешь? Жена спит рядом. Он мне сует свою визитку. Он назначает свидание. Еще говорит, не пожалеешь. Он мне сволочь. Нет, не сволочь. Козел. Ну-ка, покажи мне этого Казанова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Толенька, что-то случилось? Нет, нет, ничего. Если не считать того, что ваш муж расстает стюардессам визитки, и ваше отсутствие назначает свидание. Что? Вот возьмите, пожалуйста, и проследите за вашим супругом хотя бы до посадки. Приятного полета. Я им покажу. Они будут умолять меня стоять на коленях. Только постарайся в этот раз не учить работать гримеров, сценаристов, осветителей. И лучше просто молчи, любитель меда. И только по тексту. Молчать? Это тебе не математика. Это искусство. В искусстве нельзя молчать. Но теперь у меня есть мои счастливые носочки. С ним я спокоен и уверен в победе. Звонят. Может, ты откроешь? Не зря же ты уже три часа репетируешь роль Дворецкого. Попрактикуйся. Ой, сколько сарказма. Но я на это не обращаю внимания. Здравствуйте. Это мне? Шучу, шучу. Вы верны к Ирине? Она сегодня в рейсе, будет только завтра. Ей что-нибудь передать? Да, если можно, передайте ей этот букет. Тут записка. И вы не могли бы сказать ей, что я буду ждать ее завтра вечером в 10 часов в нашем ресторане? Скажите, что... Просто скажите, что я ее буду очень ждать. Конечно же, передам. Спасибо. До свидания. Браво. Браво, Дворецкий. Протри путь на телевизоре. Попалась птичка. Хорошо позируешь. Уколка. Отличный выбор. Я думаю, что ваша дочь будет в восторге. Это не для дочки. Это для меня. Для вас? Понимаете, у нас магазин молодежной одежды. И что? Я по вашему что? Старуха что ли? Нет, я не об этом. Просто у нас нет вашего размера. Понимаете? Вы лучше поднимитесь на второй этаж. И там широкий ассортимент и размеры все есть. Замечательный выбор. Вам очень идет. Вы хотите померить? Нет, это мое. Это я выбрала. Это я выбрала. И я это беру. Я беру это. Ой, наша красавица идет. Людочка, здравствуй. Здрасте. Срамота, прости, господи. Тьфу. Привет. Здрасте. Здрасте. Здравствуй, Ванечка. Мамуль, ты такая красивая. Прям как из телевизора. Ты на кого похожа, Люда? Ну-ка, Никита, марш к себе. Самая красивая. Мне очень. Очень стыдно за тебя. Ты хотя бы перед ребенком вела себя скромнее. Что это на тебе? Это модная, стильная одежда. Как ты могла наперить на себя вот это все? Ты в этом похожа на проститутку. Да все. Хватит. Я попрошу меня не унижать. Ладно, я буду одеваться так, как я хочу. Не будешь. Не будешь. Жена моего сына должна выглядеть пристойно. Прилично. Ну-ка, пусть она и выглядит. Па, а правда было бы здорово, если бы у меня еще и сестренка родилась. По-моему, прекрасная идея, мама. Что скажешь? Пустами младенца глаголит истина. Да я не младенец. Вообще, я в туалет хочу. Я тебя провожу. Да я сам, не мая. Какой грозный. Гриш, ничего с тобой? А? Я одно поняла. Чего? Она полностью заняла мое место. А у меня ничего нет теперь. Она счастлива, а я никто. Как это никто? У тебя есть я, у меня есть ты. Ты моя любимая женщина. Перестань, Мириса, я начинай. Я не перестану. Послушай меня, Мириса. А выходи за меня замуж. Слушай, у тебя сейчас твоя мама. А чего, мама? Ну, вспомни, ты же сама хотела попробовать. Так давай, может быть, еще раз. Вдруг получится. Думаешь? Я уверен. Минуточку внимания. Паш, налей девушкам. Дамы, у меня родился тост. Высоко, высоко в горах и вам налью. Жил старик. Его дом всегда был занесен снегом. И вот каждое утро и каждый вечер старик выходил на улицу и расчищал дорожку к дому. Так выпьем за то, чтобы к этому дому дорогу всегда протаптывали друзья. Ура! Девочки, угощаемся. Спасибо. Ммм, как вкусно. Ирка, ты сама готовь. Конечно. Все домашнее, свежее, только натуральное. Паша, мой мартанник, ромашь, пожалуйста. Ой, а это же любимый салат моего Саши. Он мне уже достал с этим салатом. Ирка, дай их дошиться. Конечно. Ирка, очень вкусно, честно. Я от тебя такого не ожидала. Очень хвалю. Спасибо. Так, наполняем свои бокалы. Девушки. Своим оценят. Девушки, девушки. У меня созрел еще один дом. У меня есть. Хорошо. Паша, сделай мне купить шаг. Однажды ранним утром один молодой человек пришел на собеседование в одну очень крупную рекламную фирму. Шеф был в восторге от его идей. Но наш юноша был так молод. И ему недоставало опыта, достаточного для того, чтобы получить эту работу. Положение казалось безнадежным. Как это уже было не раз. Наш молодой человек был так дерзок, так умен, что шеф все-таки дал ему еще один шанс. Так что выпьем за того парня и за его новую работу. Пашка, ты что, получил работу? Пока нет, ну сколько получишь-то обязательно. Поздравляем. Поздравляем вас. Молодец. А теперь танцуют те! Девушки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А мне кажется, наш Пашенька Влюбился в Ниночку Да, я его Прекрасно понимаю Прелестная особа Поросенок наш Пашенька Просилась же его убраться А он Перед девчонками неудобно Ничего Зато вечер удался на славу Ой, слушай, приходил этот Парень, как его Игорь Сказал, что ждет тебя Я в ресторане В каком ресторане? Ну, не знаю я его название Он сказал, это ваш ресторан Наш ресторан? Вот именно поэтому я был уверен, что ты знаешь Во всяком случае, ты можешь в любой момент позвонить ему, узнать где это Не знаю Не знаю Уже поздно Я устала Хотим лучше спать Ирочка, ну прости меня Вот я старая калоша Ну, 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 чего ты там ищешь, Мальта, только в шарапале Чего? Что ты хочешь найти? Объясни Ну, какие-нибудь кулинарные книги, рецепты О, она же ей что-то записывала Нет, Люда Никогда ничего не записывала У нее вся рецепта была в голове Она же если бы не записывала, то в ее почерпе все равно не забрала Он, мягко говоря, нечитабелен Мам, пап, смотрите, какой я подарок для бабушки стилю О, птица, фильм Мам, а ты какой подарок подаришь? А? Ой, ну, я думаю, что я подарю ей праздничный кушин И торт? И торт Два Нина! Нина, подожди, Нина! Своё-то подобное проявление внимания Я хотел пригласить тебя в какой-нибудь уютный ресторанчик Ну, пойдем сходим, посидим, выпьем, помолтаем Интересно, а в ресторанчик ты на какие шиши собрался? А деньги есть? Вот как? То есть ты думаешь, я не знаю, откуда они у тебя Ира работает с утра до ночи, как лошадь А ты на ее деньги в ресторанчик подружек водишь Так я же в долг Работать, Паша, надо работать Я с безработными не встречаюсь Мне нужен настоящий мужчина Сильный и уверенный в себе Галка, выручай, а! Меня Игорь позвал на свидание А я не знаю, что мне надеть Да ни в кого я не влюбилась Игорь, он хороший мальчик Положительный Надо же произвести на него хорошее впечатление Галя, я все помню Привет! Ой, ты прости меня, пожалуйста, за вчерашнее Просто я девчонок пригласила И так все... Ты уже все объяснила Не нужно делать это вот важно Но у меня есть для тебя подарок Не смею меня сейчас Да, что случилось? Не знаю, помнишь ты или нет Но у твоей свекрови завтра день рождения Да, я помню Миша говорит, что ты всегда накрывала шикарный стол А я готовить не умею Вот я и хотела попросить тебя о помощи Ну, чтобы ударить в кресло Хорошо, я обязательно что-нибудь придумаю Все, не могу говорить, я занята Подожди, послушай меня А ты где? А что за музыка? Рояль, я слышу Знаешь что, это уже не твое дело Ну, знаешь Я знаю, где ты Я знаю, с кем ты Ты с Игорем, да? Это наше с ним место Ну-ка, уходи оттуда, быстро Да ты не с ним испормишь Что ты творишь? Ты, зараза Она еще и сбрасывает Так Чего? Я знаю, где ты Где тебя найти Все в порядке? Угу Ира Я хочу, чтобы Оно снова было твое Нет, нет Я не могу это принять А оно уже твое Оно всегда было твое Правда? Да Игорь, ты знаешь Я должна тебе сказать Что после той аварии Про которую я тебе уже говорила Может так произойти Что я вообще Никогда не вспомню Некоторых Вещей В том числе И тех Которые были У нас с тобой Нет Нет Давай начнем все заново С чистого листа Ты очень Очень красивая Да Да Хорошо Прости, пожалуйста Ну что ты творишь Не поняла Ты о чем? Это колье Это он Мне подарил А я ему вернула Когда мы расстались Значит так Подарки принимать нельзя И с Игорем встречаться Тоже нельзя Значит так, девочка Встречаться я буду С кем захочу И подарки принимать И все остальное тоже А ты просто дура Если ты такого мужика не удержала Стерва ты Сейчас пойду Все ему расскажу А, давай, давай Он, конечно, сразу тебе поверит Ты не обольщайся Потому что, скорее всего Он тебя примет За ненормальную Сорокалетнюю идиотку И, кстати, не сильно ошибется Приди в себя Тебе салаты Надо учиться готовить Котлеты И все остальное Праздник на носу Я думала Ты ко мне за этим и пришла Я не стану ничего готовить А вот это зря Миша расстроится И Софья Павловна тоже Я вообще Мой тебе совет, девочка Если ты хочешь понравиться мужчине Научись готовить С моста прыгала Я тебя остановила Я тебе жизнь спасла Ты не меня спасала А свое тело За что я тебе, кстати Очень благодарна Должно сработать Непременно должно сработать Я не ругался с режиссером Я выполнял все просьбы Я даже не ругался С нарекотел Ужас Господи, Господи Пожалуйста, пожалуйста Пожалуйста, пожалуйста Что все плохо? Наоборот, вы всем очень понравились Завтра приходите на грим Повторные пробы с костюмом Ах да Про сценарий ни слова А что его режиссер написал? Хуже Его жена Извини, ради бога Просто какой-то сумасшедший день Ничего Я ждал дольше Господи, как мы с тобой могли расстаться, а? Это уже не важно Мы же решили начать все заново Ты забыла? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому